Банд, ну иди на место. Иди к себе. Иди, иди, давай быстренько. Иди к себе, скорее давай. Банд, уходи с моего места. Быстро иди на место. Давай, давай, забирай и иди. Иди к себе бегом. Хана, иди на место. Давай, давай, давай. Все. Молодец. Короче, у нас беда после операции. Завтра будем что-то думать. Что-то гормональное у нас происходит. У собаки жуткая ложная беременность. Просто жуткая. Она отказывается от еды. Она подкладывает себе этого дохлого щенона. Ну, не щеночка. Дохлую курочку эту. Игрушку эту подкладывает к сиськам. Я не знаю. Даже завтра посоветуюсь с доктором. Мне на самом деле очень жаль. Собака очень хорошая. И у нее так и не было щенков никогда. Ну да, из-за того, что нам как бы нельзя. Вот. Может быть, мы найдем ей какого-то щенульку. Нададим на воспитание. Завтра поговорим с доктором. Может быть, не будет для нее. Это опасно. Да? Бант, ты хочешь щенка? Ханночка хочет щенка? Хватит. Отдашь мне? Отдашь? Дай. Ну, чего ты платишь? Я не буду обижать твою игрушку. Ну, вот так. Ну, в общем, она охраняет эту курицу. Вот. Думает, что это ее щеночек. Ну, может быть, она и понимает, что это не щеночек. Ну, так она показывает, как ей нехорошо. Хана не хотела уходить. Я взял игрушку в руки, обещал ей держать ее. И вот я пока подержал, она погуляла немножко. Вот. Зашла, сразу у меня игрушку отняла. И охраняет ее, короче. Ой, блин, бедная собака. Вот такая вот у нее мечта. Что-то, короче, у нас с Ханой не очень все хорошо. Течет. У нее очень сильно шов. Прям очень сильно течет. И, короче, это самое. Все тут грязное. Пеленки она сгребает. Сейчас, короче, это вся промокшая, вонючая попонка. Но другой у нас нету. Вот мы, короче, сложили вдвое салфеточку, чтобы и та часть просохла. Побрызгали ультрадончиком с той стороны. А со внутренней стороны вот сейчас будет чистенькая, сухая поверхность, которая снова будет все впитывать. Ну, и когда дождемся ответа доктора, уже будем дальше принимать меры. Все, Хана в попонке с пришитой пеленочкой. Да? Охраняешь свою курицу. Бедный бантик. Расскажи. Что расскажи? На прием идем. Хреново себя чувствует бантика. И чего-то не зашел. Пиши, бантик. Здрасте. 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 Ну, мне сейчас надо видеть, сходу того, что... Ну, сколько, видите. Что, как? Снимаю ее. Мы сейчас будем снимать ее, но мне удобнее, чтобы это сделать на столе. Ну, вы, главное, какие-то вещи, по-вас. Это, короче, вчера вечером. Ну, нет, не вечером, в обед. А, это с обеда сообщает? Да. Ну, придется... Да, подрезать лезвие. А новую присобачить. А мы не взяли, да, нитки? А, давай, ложись, ложись, ухрана. Все, успокойся. Ну, не нервничать. Что такое? Короче, вы без отсюда сели, если что-то все-таки. А я-то не могу. И она не кушает. С вечернего вечера. Ого. И несу. Ну, вот там вот, там мне не нравится место. Ну, ну, почему-то. Ну, шов я вот не нашла. Дырки в швей. Камечку сейчас капают? Да. Ну, шов я вот не знаю, что собачка спит. Она устала. Она спит, она устала. Слышно ли она, как она перечит? Ну да. Плохо, что не слышно еще, как она пахнет где-то. Ханна, стой. Ханна. Трудности в приюте. Ханна, давай. Нет, нет, это не та дверь. Нет, извините. Ханна очень умная собака. Вот такая красотка Ханна. Все, мы вышли из клиники. Да, полегчало. Ханночка, едем домой. Можешь положить на мое сиденье и сказать, что вот-вот чек. Мы сейчас в клинике на сегодня. Короче, это не бесплатно, друзья. Да, это все не бесплатно. Ханнчик, ну как-то? Уже едем обратно, но Хане стало лучше. Она уже с интересом засмотрит. Сейчас что-то не особо-то она веселая. Ну, с тем, с чем мы ехали в клинику, сейчас намного лучше, да? Ханнчик, Ханночка. Глянь, как смотрит внимательно. И очередная заправка. Да, и очередная заправка, потому что бензин. Для всех поездок мы до выходных не дотянем никак. На выходных у нас чуть-чуть больше скидка, поэтому обычно я заправляю в субботу, воскресенье или в праздничные дни. Ну, не докатаемся, не дотянем до выходных сегодня придется, потому что уже на резерве датчик Каренова знает, что там в баке. 360 километров проехали, сейчас заправимся, нет еще. Батик! Вот это впервые, такого не было. Я даже еще пока, я сейчас Хану выгнал гулять, я еще даже не понял, откуда это все у нее. Что это такое? Короче, она то так полежала, то так полежала. Я сейчас, конечно, ее обследую, посмотрю. Ну, вот такого еще не было, таких размазок. Она в одну сторону полежала головой, в другую сторону полежала головой, да? И вот это вот оставила на кресле. Что это за фигня, я пока не понимаю. Оно на видео почему-то прям совсем желтое такое, да? А так оно чуть, ну, знаешь, такого горчичного цвета. Такой, короче, запах, ну, не сильно, да, там, не вонючий, непонятно, какими-то щенками, что ли, пахнет. Короче, вот такая ерунда. Короче, я не знаю, это у нее, походу, из задницы. Это она так типа какает, что ли, или укакалась, я не пойму, почему так. Что это вообще, вот как будто, ну, как будто она молоко не переваривает. Вот такое впечатление. Может, она своего молока нализалась? Ну, как она могла нализаться, если она в повязке постоянно? Короче, это утро. То есть, такого в жизни еще никогда не было с Ханой. Все, короче, все заговняшина. Ну, и на полу, и на ее месте. Все, короче, все в размазанном говне. Все, что она лапки выпачкала и лапками везде прошла.